всем привет я надеюсь вы успели соскучиться потому что я действительно успела давно вы с вами не виделись на то есть причина так и есть эта причина я шучу всем привет стефан будем ждать наверное вот точно будем ждать пока степен поздоровается стефан что ты кулаки жалко что такой злюк и бобер сегодня без настроения мы едем гулять скази выходной наконец-то ну да хотя бы чуть-чуть улыбочку робкую робкую улыбку подари хотя бы людям в общем без настроения по шеям сопли отсасывала в общем причина нашего отсутствия в том что я заболела а следом за мной стефан заболел и виталик нас отпаивал отхаживал короче тут наверное ходит какой-то вирус я вообще не понимаю как мы так умудрились но суть вируса заключается в том что в первый день нереально будет горло во второй день нереальнее болит горло в третий день у меня заложила нос и было очень высокое давление но так скакала туда-сюда туда-сюда не могла лечь накрывать могла только ходить мне было очень плохо потом у меня заложила нос потом у меня начался кашель я думаю что это все не пройдет лечиться мне ничем нельзя так как я кормлю грудью поэтому я лечилась вообще просто водой святой практически медом лимоном малиной и все я думала что я буду очень долго лечиться но в принципе вот видите достаточно быстро это неделю так проболела что это у меня за холок здесь торчит утром идет челка-челка торчит в общем следом заболел стефан у него были сопли которые до сих пор еще отсасываю дабы переживаешь знаете за себя чтобы не болеть это за себя как-то не сильно я в основном за Виталика переживаю потом переживаешь за двоих потому что вас там двое теперь вас трое и еще три на маленький ребенок ты переживаешь втройне короче так не хотела его заразить Виталик даже брал себе выходные мы отсиживались дома но в итоге все равно стефан заболел потому что мне кажется это невозможно как бы я не изолировалась от него как бы я не носила там маску и максимально пыталась его от себя там кому-то передать мне кажется невозможно было бы ему не заразиться потому что я выкормлю молоком и все равно там знаете кожа кожа с ним режим и у нас это не удалось он тоже заболел слава богу уже все вычихались сопли вот у него еще остались по поводу сопли отсоса мне этот сопли отсос электрический хочется если честно взять и пойти засунуть кому-нибудь в жопу извиняюсь за то кто это придумал и кто это продает в своих магазинах потому что это полное дерьмо дерьмище видео хотела рассказать чем я пользовалась пригодилась первые вот месяца жизни его и что не пригодилась я в этом видео вам расскажу и вот немножечко спойлером сопли отсос электрический дерьмище полное просто и все у кого не спрашиваю подружки все тоже велись на этот маркетинг а-ля технологии да как я привыкла говорить покупали этот электрический но следом за ним покупали обычную трубочку что сделала я потому что тот электрический засал ровно но этим я высасываю такие сопли на что тот я вообще не знаю для чего он воздух только сосет в квартире разве что бред полный тоже просто начали писать их в комментариях и в личку в инстаграме когда влог когда влог все соскучились некоторые пишут что они завтракают под мои влоги я сделала такой вывод что наверное люди голодать короче сегодня выбираемся в центр у нас достаточно жарко мы каждые выходные говорим себе что мы будем выходить на улицу после обеда но у нас это не получается почему-то мы все равно выходим сам уже уставай на сегодня просто уже такое воскресенье завтра уже на работу поэтому сегодня надо успеть все и погулять и продукты и даже наготовить на неделю стефан музыку папа увидимся уже там уже мы ели нашли парковочное место не понимаю почему ну сегодня воскресенье конечно но мы всегда по выходным гуляем и никогда не было прям такого ажиотажа вообще не было парковочных мест старик малого достанет кстати я словила на мысли что летом но я думаю зимой тем более тоже вообще неудобно гулять с ребенком ему там узко жарко постоянно его там достать даже покушать а так вот он лежит себе в пространстве классно кстати наконец-то постелила понтия рассказывала пеленочку которую дуба заказывала и нашла на шейне такую же подушечку нашла подушечку за 3 доллара и купила опа панамка красиво тебе не нравится я просто думала у него будут голубые глаза поэтому не думала что панамка будет круто смотреть на 6 тихий час постелил эту пеленочку я ее для этого покупала для коляски мне как обычно если что покупок классная что мне очень сильно нравится мне всегда жалко этим пользоваться она лежала джал одну блин если мне сейчас будет жалко когда я буду ей пользоваться если не сейчас так витали к моих очках мои футболки которая себе покупала когда ходила с беременным животом вообще ничего не в чем человек уходить за мной уже за нашим строй спасибо ну хоть не за мамочкой мы кстати когда переезжали в ричмонд я помню что я себе перед самолетом накачала видео про ричмонд и смотрела как блогеры снимали обзоры как они здесь ходили по этим улочкам до вас этих музеев теперь у меня выходим дежавю чем на прошлых выходных я не снимала блок потому что я думала себе сделать первый выходной за месяца 4 наверное или пять потому что я под конец беременности начала часто снимать влоги я гуляю сегодня скажи целый час день на свежем воздухе такая погода классная до кулаки во рту постоянно правда учил сделать себе выходной ну два именно эти выходные ничего не снимать то ли как гуляли по центру со стэфаном я тогда уже кстати замечала что он был такой приболевший немного мы сшли с таликом по этим же улицам и гуляли и ссорились после он говорил что я паникерша я блин увидела что он начинает заболевать у меня тогда утром немножечко горло побалевал но я как-то знаете думала что это единоразовая акция что на следующий день ничего болеть не будет потому что я пью очень много ледяной воды я ем очень много мороженого я обожаю холодные напитки и ненавижу горячие напитки то есть я даже зимой могу со льдом там что-нибудь пить я думала что чисто горло болит потому что где-то ну воды холодной перепела и она пройдет а потом еще утро я как проснулась просто с таким болючим горлом я честно говоря офигела особенно офигел от того что мне реально ничем нельзя лечиться и мне как раз и начали писать где влоги где влоги в директ начали писать я кстати в директ сейчас не успеваю всем отвечать много девочек пишет особенно мамская тема делятся советами какими-то не успеваю сейчас всем отвечать поэтому я снимаю блоги для того чтобы один раз ответить один раз ответить для всех но я отвечаю ну возможно не так открыто и много как я отвечала раньше за это время пока сидела дома хоть занялась своим инстаграмом потому что когда начала снимать влоги мне стало меньше понятное дело времени на инстаграм я перестала там вести истории и даже редко стала выкладывать посты и вот за это время я короче туда перешла невозможно для меня лично вести две площадки потому что инстаграм как я говорила я воспринимаю больше как что-то эстетическое красивое а youtube я воспринимаю как информационную такую классную площадку для самовыражения хотя инстаграм тоже не само выражение просто в формате фотографий я всегда говорю что не воспринимайте мой инстаграм особенно ленту инстаграм скую на как лайф там у меня вообще лайф лайва мало хотя сейчас ребенком добавилось на инстаграм превратился знаете секс инстаграм какой-то мамский семейный инстаграм но тоже имеет место быть потому что это новый этап жизни моей и мой инстаграм это то о чем я живу если я живу своим ребенком то соответственно тоже будет много моего ребенка а в общем я надела там фотографии таких классных постов поэтому можете зайти посмотреть полайкать я вот хочу поделиться небольшим советом своим мамским для вас мне кажется что мне очень сильно прям на 90 наверно процентов упрощает жизнь приложение в котором я веду когда степен покушал пока колх когда он поспал потому что если начинает кабризичать я примерно по времени которая там отсчитывается понимаю что он хочет я знаю примерно временные в рамки когда он хочет спать пухляк секундочку понимаю примерно во сколько он через сколько он захочет поспать я понимаю хватит ли мне этого времени на беде чтобы сходить там в душ покупаться а когда он захочет кушать очень сильно упрощает это приложение мне приложение называется мой малыш я его скачивала бесплатно в appstore и поэтому любое такое приложение думаю что будет очень сильно упрощать вам жизнь первые дни я не пользовалась я не могла понять чего он кричит потом к начал пользоваться вам прямо спать стал лучше но я примут реально отдаю звездочку помощи этому приложению за то что она мне упрощает жизнь так что у тебя произошло за две недели прикинь отсутствовали практически да чего интересного этой неделе два дня посидел дома с малышом с ним сам по диван да кстати первый раз или продуктов сегодня мой мужской компании приехали на закупки не один такой пока ведет себя нормально стефан как дела нравится с папой вдвоем стефан ты такой смешной клиент готов смотри же у меня есть чё ты плачешь смотри думаешь муки нету нет еды все подготовили решали делишки мужской компании вдвоем чисто по девочкам съездили я и молока нацедила вел себя прекрасно молчал но я думаю просто он тоже был приболевший ладно не в этом суть я хочу рассказать как они сходили за продуктами виталий купи пожалуйста куриное филе я сделаю отбивные на неделю виталик поехал без меня в магазин купил не проверяла что он принес он принес пакеты я эти пакеты положила в холодильник и думаю ну будет время пожарю бивные это ли было на работе малой спал думаю сейчас пожаре отбивные достаю короче этот пакетик а там одна телешечка такая маленькая с половинкой филе я думаю интересно чуть по фигуре а я звоню и говорю интересный так сколько даже на неделю длинных не жарить как думаешь одну или вот две может как-то растянуть короче справились они без меня съездили магазин купили продуктов вы поняли на ковари не кушать как она тебе 4 выходных подряд было только два из них с ребенком полетели моментально понравилось дома вспомнил каково это прикольно конечно отдыхать ну ты отдыхал разве с ребенком с ребенком выматывает особенно когда он кричит если бы он кушал спал было так лучше тяжеловато когда он уже подрослел уже можно на коврик развивающий положить он будет сам себе играться это нам еще говорят что повезло что он у нас сам может поиграться работы не школы не счетов просто спать просто кушкать и просто как улит как за хоро а что если соску придумали для того чтобы я не орал когда я плачу чтоб рот не затыкать да не вряд ли мы же не варвары им нравится когда я кричу иначе почему они собираются возле моей кровати в час ночи наслаждаются не уже этот мир абсолютно понятен я здесь ищу только одного покоя умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечной вечно что-то ушки у тебя такие ушки ты видел самому смешно да мама фотосессию придумала с ушами кролячими хорошо на улочки теплышко да там ради вас специально да кстати допустим зимой если рожать неудобно кормить как вот я бы очень скормила мне надо раздеваться или подгузником у меня это уже неудобно но есть и минусы рождение летом вы не успеваете похудеть к лету например то вам нельзя купаться то еще что-то кстати предыдущие видео обсуждали с вами контрацепцию я прочитала ваши советы и ваш и как это ваш опыт интересно было пристать спасибо большое что поделились некоторые все-таки остаются с мнением того что во время грудного скармливания невозможно забеременеть некоторые писали что невозможно забеременеть во время грудного скармливания пока не пришли месячные и что вы думаете просто победитель по жизни у некоторых цикл возобновляется через год полтора у меня через получается месяц у меня закончились вот эти лохи и на следующий месяц у меня вот через два месяца возомнился цикл призовица после рода спасибо большое очень приятно металли подкачни ему приснилось у него может быть братик она кстати так кричит когда сопли со всем сначала не понимал потом как понял теперь постоянно кричит в общем можете меня поздравить мой организм готов это где-то рождение не но готов забеременеть выносить конечно я думаю что нет я не хотела бы себе погодок не хотела бы не хотела бы раньше конечно я мечтала о погодках и двойняшках сейчас когда у меня появился ребенок я поняла что нет я не хочу не двойняшек не погода к ни в коем случае вообще я раньше смотрела на людей с детьми и мне казалось что я все понимаю но когда мне появился ребенок я поняла, что люди, у которых нет детей, они никогда не поймут людей, у которых есть дети. Вот. Все, что я говорила раньше, что я буду делать, я это сейчас, точнее, что я не буду делать, я это сейчас все равно делаю. Ну, к примеру, да, когда у других плакали дети, и они шли у них на поводу, я говорила, зачем идти на поводу, покричи ты успокоиться, вот у меня была такая позиция. А сейчас у меня наоборот позиция, я звезду с неба достану, чтобы мой ребенок не плакал. Я помню четко, что за месяц до рождения переписывалась подруга из Запорожья, Марина, может, вы помните, она тоже родила дочку, и я с ней переписывалась, получается, по-моему, времени был вечер, по их времени вообще там была глубокая ночь. И она говорит, я встала ее покормить, и я такая, типа, встала покормить ночью, говорю, неужели я тоже буду вставать ночью кормить? Может, я за ночь стою два-три раза? Да, стою. И когда нам говорили высыпаться, я тоже не понимала, что люди имеют в виду. Нет, ты меня сегодня раз пять выходила. Я сегодня? А что нет? А я не помню, что сегодня ночью было? Мне кажется, я сегодня спала просто без памяти. Тот немного раз отсосил, гусеник меняет. Не помню такого. Нет, так по самочувствию высыпаюсь, а не надо тяжело ночью встать. Особенно ты будешь меня? Я вообще не буду. Ногтем. Буду. Зачем? Я не помню этого, я тебе клянусь, я не помню этого. Ты будешь нечим? Виталечка, проснись, любимый. Берет ноготь свой самый длинный, наверное, и вот так царапает. Нахрена? Я тебе клянусь, я не помню этого. Я вообще этого не помню. Каждый раз. Нет, я же просыпаюсь в ярости. Я тебе клянусь, я не помню, что я тебе на учебу жил. Нет, это не ты, но это каждый раз. Ну, я не помню такого. Я вообще не помню, что тебя так будило. Именно царапает у них. Ну и сладенький. Уснул. Пошел, пойдем в этот музей? Пошли, там, парфон. Пойдем все. Хотя с меня такой... Как его? Творческий человек? Арт-мюзим, да, смотри. Какой творческий человек, что ли? Не, ну что здесь сегодня ты одет как творческий человек? У тебя такая цветная футболка, татуировка. Идем оценим картины. Там не только картины, там какие-то экспонаты. Стефан у нас, может, творческий человек. Он у нас на пианино так ногами играет. Мы обнаружили дедушки на гены по маминой линии, как Стефан играет. Прошлые выходные никуда не ездили, гуляли по Ричмонду. И эти выходные тоже гуляем по Ричмонду, никуда не ездим. Ой, как здесь хорошо. Я надеюсь, там с коляском можно? Типа там лестница, наверное. А, вот есть лифт. Вот есть карта. Я карта, я карта. Вот мы прошли. Где? Ой, я туда схожу через полчаса, уже котик мой захочет кушать. У меня такой огромный, три этажа. Блин, он такой пухляк. Дай восходку родителям. Скажи меня сегодня. Ну, сегодня ты качественная, не знаю. Что это за стиль? Мазер стиль. Мазер стайл. А зачем? Это жарко. А? Жарко. Жарко, на улице в жару. Жарко защищает этот фронт, потому что. Знаете, ручки я не могу какими-то сказать. Ну, как будто бальник какой-то. Вон тебе похож. Это ты. Я первая. Да. Вон ты стоишь. Да, как стильная фигура примерно. Чисто два этих творческих человека. Это ты, это ты. Это ты. А, не так ты. Мы так ходили с обезьянами, помнишь, в этом, в музее каком-то. А, да, в этом, в Вашингтоне. Тут все реально похожи фигурки, особенно, как ты сбоку смотрите, вообще не болеет. Ну да. Большой животик. Мы с Таником планируем уже поездку в Чикаго. Мы с Таником с Владиком, мы планируем поехать. Вот, мы пока рассматриваем все варианты, всевозможные. Самолет. Кипакс. Хороший вариант. Достаточно дорогой вариант. И вариант, что придется машину ореховать потом там, потому что у ребят тоже ребенок и без корсито, да? Корсито все вместе в машину не влезет. Поезд тут сидячий, по-моему, я нашла. И тоже не дешевый. Машина самый дешевый, но надо останавливаться на ночевку, поэтому выйдет то же самое. Короче, но зато можно взять все, что ты хочешь, и ездить на своей машине. Вот, но Наталья, пожалуйста, ее катать далеко. Но, для чего тогда покупал машину? Дальше. В Америке все путешествуют в машине. Мы едем... В машине мне только вот уже с ребенком тяжело сидеть ему 12 часов. Да, он не будет же сидеть без остановки. Если так подумать, даже 12 часов ехать, ну допустим, 6 на 6, 6, 6 точно будет. 6 часов поехать и дроней 6. Но можно в первый проект и дольше все больше приедать. Так вот, когда, например, 3 часа проехать, остановиться, покушать ему, поменять подгузник, что-то там еще дым, и потом еще 3 часа, и остановиться на ночевку, все. Так очень много. О, кстати, если кто-то живет в Чикаго или был, напишите, что там можно посетить. Что-то, Ефон, ты не нравится тебе Чикаго, да? Ты хотел во Флориду. Нас Алина с Сашей позвали во Флориду, так мы в том году с ним ездили. Но мы уже с ребятами договорились. Козявка. Я по Чикаго ничего не знаю. Высотки, какое-то озеро. Криминал Мичиган. Выучи, выучи Мичиган. Все. Расскажи про мое знание о географии. Один у нее был. Мастхэв. Не уговор, а так. Условия. Не условия. Пункт назначения. А что? Сейчас, подожди, смотри, Тикин. Это Бенджамин. Это, понимаешь? Что? Это именно на вот эту выставку чувака, который приехал. Она стоит таких денег. А остальное музей бесплатно. Условия было, что... Ого, стеклянный? Сейчас, короче, только на лифте. Стефан, стеклянный лифт проспал. Но условия было, что мы поедем в Кириллажский водопад. Страивая, как это называется. Но он не ходит в Чудеса Амира, я думал, что... Амира, что мы поедем на Ниагарский водопад, потому что он возле Чекаро. Хлова говорит, ребята, давайте съездим на Ниагарский водопад. В итоге они говорят, да от нас Ниагарский водопад ехать, короче, как нам до Чекаро. 9 часов где-то ехать. А оказывается, Ниагарский водопад возле Нью-Йорка. Нам до Нью-Йорка 6 часов. И от Ниагарского... Ой, от Нью-Йорка до Ниагарского 3 часа. Оказывается, что от нас до Ниагарского водопада ближе, чем даже от Чекаро. Поэтому меня хотели развести. Но я построил карту, и у меня не получилось развести. Мы не хотели тебя развести. Поэтому все нужно... Я реально хотела... Женщины. Туда. Женщины обязательно. Нужно всегда проверять. Официально не существует официального списка чудес света. Но Ниагарский водопад обычно указывается в разных списках, как седьмое чудо. Так, я как творческий человек. Что могу сказать по поводу этих картин? Проснулся. Утонченно, умиротворенное такое спокойствие, когда смотришь на картину. А когда на ту смотришь? На ту какое-то волнение сразу происходит. А на это успокойствие? Мне кажется, тут столько красок. Это мое настроение за день. Меняется столько раз. Как ты думаешь, почему такие картины становятся популярными? Иди почитай. Потому что краткость сестра таланта. Что ты вкладываешь в свою картину? Энергия. Вот ты вложила на один. Еще она стала популярной. Здесь человек смешивает черное с белым. Нет, на самом деле это не так умеет. Пошли туда что-то нарисовать такое, чтобы оно стало популярным. Не из чего. Чтобы оно откликнуло в душе у людей. Так, что хочет мой ребенок? Давайте посмотрим. Проснулся, поспал 45 минут. Значит, он сейчас хочет кушать через минут 20. Бери его, наверное, на ручки. Или нет, он еще что-то там... Посмотри, он еще в нирване где-то. Вот это, кстати, прикольные картины. Надо не ходить смотреть, а надо читать табличку. Это мужчины и женщины изображены их лица в момент теракта. Если она близко подошла? У меня аж плохо стало. Я хочу только взять, поворачиваться и высыпать. Раз, два, три. Как там? Игра вот это. Раз, два, три. Посмотри, твой любимый размер. Не, что-то там. Раз, два, три. Замри. А, морская фигура, замри. Да. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигура, замри. На, я возьму. Мои ручки хочет. Сейчас пойдем искать мамскую комнату уже. Смотрите, какие у нас волосочки выросли. Здесь папская комната, чтобы мы сходили. Кстати, я сейчас вам вставлю наши фотки детские, мы сравнили. На кого похож Стефан? Я считаю, что он там одно лицо со мной. Чтобы вы бабки старые не писали грубо про тех людей, которые говорят, что он на меня похож, и про меня. Что как бы я не хотела, он на меня вообще не похож, я мимо проходила. Посмотрите, пожалуйста, на меня в детстве. Всем спасибо за внимание. Но, тем не менее, я считаю, когда я на него смотрю, что это я. Не видно. Я вижу себя. Не видно. Его я тоже вижу иногда. Как-то это зависит, в чем он одет, Стефан. Какая у него эмоция на лице. Честно, на меня похож. Папин сынок. Да, папин сынок, конечно, конечно, папин сынок. Папин сынок, типа такой. Смокче, да, рука уже? Ну да. Ну, можно. Он меня не выдерживает, кстати, типа два-три часа. Полтора-два часа. Ну, ночью может. Ночью может и четыре часа не есть. А так не выдерживает. Он даже ночью иногда четыре часа не ест. А я просыпаюсь, потому что я привыкла кормить каждые два часа. И я такая проснулась, а он спит. Тыкаю, а он не хочет. У него нет аппетита. И самое обидное, что потом мне сложно заснуть. Я потом могу час, пол не спать, в телефоне втыкать. Переписываться с подружками, которые тоже так же кормят. Каждые два часа мы с ними ночью именно встречаемся. Такие, знаете, мамашки. О, вот эти вообще прикольные, Гартина. Все прикольные все. Вот это именно чисто американская кафешка, да, какая-то? Фотография, да? Почти, да. Графика. Смотри, как будто мы там находимся. Вот так вот. Это картина. А вот так мы как будто там находимся. У этого художника есть серия картин, посвященная интерьером ресторанов быстрого питания. Да, это прикольно смотрится, ярко так. Вау! Вот это прям очень красиво. Тоже смотри, вот мы как будто на улице. Скажи! Вообще, вот на картинке реально смотрится. Надо идти в мамскую комнату уже искать. Дрожат аж глаза. Не могу сфокусироваться. Как будто 3D. Ушли уже руку вообще пососал. Ну, Ганн, что не кричит. Все, идем искать сына, идем. Тут столько музеев в каждом городе. Я так понимаю, что они, наверное, везде, да, в Америке бесплатные? Ну, скорее всего. Не влажу. Казаска не пролезла. Умывальник. Ну, мы можем закрыться, это же закрывается вообще. Просто что, Казаска там. Она посмотрит, закрой. Но все-таки мамские комнаты кормят в центрах, везде. Они типа должны быть. Мы просто никогда не задавались даже тем вопросом, я мог покормить и угодно. Кстати, интересная тема. Меня не смущает кормить везде, где хочет есть мой ребенок. Думала, как я буду отреагировать. Ну, вот единственное, что тут намного удобнее, потому что не надо прикрываться. Так. Это же для тебя сидение. Тут же жить можно. Давай, Ваня. Все есть. Умывальник. Давай, Ваня. Диван еще раскладывается, наверное. Можно поспать. Нам надо погуснуть меня, чем. Ну, пока мы тут можем. Прикольно, да? Это книжка какая-то есть. И тут такая тишина, у меня твой. А, нужно прочитать, как он кормит. Все, отключу. Приятного аппетита. Так, обратите внимание, Стефан у нас уже в новом наряде. Потому что только что произошел небольшой казус. Решила я, короче, сходить в туалет и ставила Виталика с ребенком. Нельзя стоять ни на секунду. Ходят люди, вот так вот рассматривают картинки. Я знала, что Стефан ходит в туалет. Я извиняюсь, такие говняные истории. И он, короче, дал жару. Как раз, когда Виталик стоял возле людей, смотрел экспонаты. Я выхожу, Татьяна говорит, ты меня так подставила. Я говорю, что? Ну, я ж думаю, что уже случилось? А он его, оказывается, держал. Смотрел так вот вместе картинки с людьми. И Стефан дал жары. Причем дал так жары, что еще и Виталика немножечко обделал. И свой белый бодик скучный обделал. Скажи, я сразу хотел бодик с мишками, да, сынок? А ты мне одел скучный такой бодик белый. И я рисую его обделать сразу, да? Че ты мне такой скучный бодик одела? Я скидывается. Так даже красивей. Что за молочко такое у тебя? Человека три. И что, они посмотрели на тебя? Ну, не, он такой зарядил обстановку. Не, ну, прям так слышно было. Эхо такое. Просто мы с ним смотрели картинки. Он такой. Хорошего бончика дал. И очень. Захотел одеть бодик с мишками, мама, да? А ты мне одела скучный белый бодик такой. Зачем мне такой бодик скучный? В кофейне я хочу очень сильно попить и что-нибудь съесть. Так, мы вышли с музея. Держим путь кофейню. Скорее всего, в Старбакс. Нам сейчас надо перейти дорогу. И мне очень нравится гулять по этим улочкам. Вот такие дома прям. Прям American style. Таунхаус. Идем в центр города, получается, каменные домики. Не такие, как мы привыкли видеть, деревянные, да? Из этого, как бы, из СП. Сюда давай налево. Ну, можем и тут перейти, но... Ну, нам какой дом, да? Да. Ну, все, зеленый пошли. А тут не зеленый, а белый. Мне интересно, какие они внутри. Прям такие архитектуры. Ну, то что же, как апартаменты, типа. Или как таунхаус. Чего, я не думала, что апартаменты. Это один дом. Там заходишь, вон, как квартиры идут. Двери, да? Некоторые может быть, а вообще нет. Не, ну вот это отдельный, вот. Мне кажется, что мы тут же, мы прям вот такие американцы состоятельные. Ты думаешь, что это все под аренду и приезжают? Ну, там, да. Вообще не понятно, как можно без людей жить. Я не понимаю. В последнее время видим уже несколько колясок, но видели с людьми. Да? Две штуки видели. Да, две, но три точно видели. Причем одну видели хорошую американскую тюрьму. А стыдные такие. Ой, капец. Вот так вот, за уголок заглянул. Сразу срач. Найдутся те, кому это понравилось. Да? Да, прокомментировать. Все поняли, да? Обязательно без ни одного комментариев. А когда мы поговорим что-то хорошее про медику, эти люди воспринимают все на свой счет. Как будто мы сравниваем с ними. Но мы не сравниваем с ними, это вы и перенимаете на свой счет. И начинают доказывать. Очень интересно все такие комментарии. В основном только эти люди и оставляют хейтерские жесткие комментарии. Прям по комменту можно понять, откуда человек его пишет. Так, мы пришли в Starbucks посидеть. Интересный факт. Когда мы были в Украине, мы вообще ни разу, наверное, не были в Starbucks. Даже когда в Келит приезжали, ни разу там не были. Попьем мой любимый пинг-дринг. Напиток выходного дня, кстати, остается неизменным. Виталик свой блонд-экспрессо полюбил. Видите, Starbucks нас пускают с люлькой. Хотя мы в две кафешки уже пробовали зайти, нас нигде не пускали, потому что мы не влазили. Мой любимый напиток. С Лерой общаюсь про подгузники. Виталик не взял какой-то сэндвич. Дорогой какой-то напиток. Виталик заказал блонд-экспрессо, но тот выглядел по-другому. Здрасте! В Кафешке находимся уже в Лен-15, он заорал именно тогда, когда мы только сели. Смешалом родителям с головы обязательно первым делом скушать, готовить в одной рукой. Все, я дедом-пай. Можно учесть. Блин, тогда такое вкусное было. Что я тогда заказал? Булонт-экспрессо, сколько удобно, на видео ты говоришь. Ну вот смотри, блонд-экспрессо. Вот это вот что-то делал, мне ка-су-моку тебе добавить, смотри, только вода. Смешалом родителям с головы, обязательно, первым делом, скушать, готовить, готовить. Только кофе на вкус, как будто бы, знаете, из кофе-машины слили все, что там осталось. Я себе в Александрии выбрал блонд-экспрессо, оно было вкусное и с молоком. Сказал то же самое сейчас, блонд-экспрессо, но оказывается, надо было добавить молоко. Потому что блонд-экспрессо, оказывается, это тип экспрессо, приготовленный из кофейных зерен более светлой обжарки. Это означает, что кофейные зерна, используемые для светлого эспрессо, обжариваются в течение более короткого времени, чем обычные кофейные зерна. А мы подумали, что блонд-экспрессо с молоком. Поэтому надо еще было добавить молока. Поэтому попробуй нормальный напиток и расслабься. Поэтому второй раз я пью вот такую жижу. Я еще туда льда добавил. А ты попросил? Да. И, короче, я намешал самое невкусное, что можно. Бесконечная улица этих домов. Мы уже зашли в другой переулок. И все равно тут такие вот дома. Мы рассуждаем, удобно ли было бы жить в таких домах. Я бы не хотел тут жить. На центральной улице. Вот так, выйдешь в балконы, точнее, на крыльцо, почесать свое яйцо. А тут куча машин, людей. Упокойно, конечно, в любом случае, да, то есть много людей. Не уютно. Не, ну попробовать можно просто. Мне кажется, максимально не уютно. Нет личного пространства. Ты сильно близко к своим соседям. Посмотри, домик к домику, стенка к стенке. Это если ты сравниваешь с домом частным? Да, с домом частным. Ой, смотри, книжечки можно брать. Маленькая библиотека, как мило. А, мы же помнишь, когда приехали, видели, была такая же штучка для бездомных, там, где еду складывали. Ну, лучше уютно, комфортно. Не, ну, в принципе, есть какой-то шарм. Смотри, этот костер, как у нас уже не дома. Какой-то шарм в этом есть, я согласна. Мне что нравится? Ричмонд. Очень красивый город. Что летом, что весной, что осенью, что зимой. Всегда цветет зелень какая-нибудь. Не холодный климат. Тут нет такого, что прям. Что-то меняется. Может, еще потому что красивые дома очень. Мега такого у нас тут не было. Вообще не было ни разу. Фонтанчик, гляньте. Да, ну, может быть, и Children Garden. Children Garden. Сильно много РД. Детская площадка. Тут очень редко можно увидеть детские площадки. Children Garden. Там, где выращивают детей. Кстати, не видно таких садиков, как у нас. А, ну, конечно, они в таких местах, где ты не ездишь. Там, это инфраструктура вся школьная и детская. Мы и школу ни разу не проезжаем. Она как-то беспрятана, что ты их не будешь проезжать. Там полгода мать. Ну, вот такую кошечку можно завезти. Так, кстати, похоже на Мэри. Ага. Жарко, скажи, лето. И вот мы выходим одним простым маленьким шагом налево на широкую аллею. Симпатично тоже. И тут даже люди ходят иногда. Виталик вообще сделал вывод, что очень много людей, с которыми мы общаемся, либо приезжают из больших штатов в Ричмонд, или наоборот, приезжают в Ричмонд и никуда не уезжают. Правильно? Верно. Почему ты так думаешь? Да, красиво. В отеле. О, да, здесь можно будет пофоткаться. Запоминай красивые места, где ты будешь меня фоткать. Нет. Да. Почему им нравится в Ричмонде? Сейчас я задумался, конечно, потому что мы не общаемся с теми людьми, которые здесь. А, мы не общались с теми, кто уехал отсюда. Мы в Нью-Йорк сейчас приедем, а я с Ричмонда приехал. Может быть. И так каждый будет говорить. Как все, весь Нью-Йорк приехали с Ричмонда? И тут только знаешь тех, кто сюда приехал. Кто отсюда уехал, ты не знаешь. Ну да. Теория это подпадает. Не рабочая. Тут тоже очень красиво. Блин, я хочу здесь пофоткаться. Да, в Турции. Что ты, бери больше. Люди, которые сюда приехали, они как бы хотя бы попробовали жить в других городах и штатах. А мы приехали просто сюда. Но я считаю, что нам повезло, потому что для старта все-таки здесь достаточно хороший город. И по ценам, и по налогам, правильно? Да. Куда ты его петлял? В штатах. Это называется иллюзия. Это называется? Нет, это я придумал. Назвал так. Валяка кажется объемным, а сблизи она плоская. Обманка такая. У меня какой дом красивый, тот, Далина. Как будто в дом принцессы. Скажи, ты едешь там? Замок, реально. Стефан, мы сейчас за продуктами поедем. Папа, ты его сегодня вообще на ручках носил. Он такой умничка, в коляске пролезал все прогулки. Держим. Тем более, только покушал, он хочет посмотреть. Ну, чё будете в полненький, натрамбовался там. Поцарапал себя, блин, только вчера ногти подстригла. Наталька нас домой загоняет, я не хочу домой, мне так нравится вот так. Загоня, да. Мне для счастья просто. Я мечтала, как я буду гулять с коляской, со своим ребенком. И просто идти. Идти, куда глаза глядят. Желательно, чтобы вокруг все было красиво. Мы, кстати, подходим к этому дому. Очень красивый дом, скажи. Блянь, прям балкон такой, как для Рапунца. Он отрягнуть хотел. Постоянно воздух опает и срыгивает. Там, смотри, еще один такой замок. Ну, тут прям очень красиво. У него еще такие розовые эти. Это не сирень. Это как-то... А, девочки в машине машут. Они думают, что я их снимаю. А я не их снимаю, я снимаю этот домик. Я там приближусь. Там вот видно, там тупо вся машина сидела и махала мне. Вот если вдруг вам интересно, как люди туда относятся к камере. Примерно так. Никто не приходит мимо. И если мы с Витальиком друг друга фоткаем, обязательно кто-то остановится и предложит сфоткать нас втроем. Мигает степан. А, да. Стефан, папа, хочешь, чтоб ты ехал. На солнышке сейчас напечет. Ну, папа, ну ты что? А да хорошо, панамку одеваем. Папа, ну ты как скажешь, блин. Черт, солнце вообще шпарит тебе сейчас головушку напечет. Вот так вот. Скажи, папа, я мог панамку одеть, как взрослый. Тоже хочу идти и смотреть, куда вы меня несете. Пошли, пока вы уже сразу. Так вот так это, жалобно. Боже, ну как же красиво в нашем городе. Почему мы раньше сюда не ездили? Я всегда говорила, что он некрасивый. Просто стоит взглянуть на город под другим углом. Ой, тут, наверное, что-то реально горело, потому что там вышли дядечки в этих костюмах. Ну да, они что-то не сильно счастливыми вышли и поработавшими. Но эта штука так орет, вы себе не представляете. У них очень-очень громко орет. У них очень громко орут эти все машины служебные и очень ярко светятся. Кстати, давно не выезжали вот так вот утром в парк. Как я вам говорила, не знаю, сколько раз хватит. И получается, мы начали выезжать по вечерам, потому что утром очень тяжело все-таки было вставать. Пару раз проспали, потом я заболела. И мы стали выезжать после Виталикой работы. Тогда не так жарко, без спешки, спокойно можно было воздухом подышать. Не знаю, придется менять традиции, да? Мы вообще, да. Мы вообще, знаете, что думали? Что Виталик приходит с работы, это значит, что все, этот день закончился. Он пришел, нам надо покушать, покупаться и лечь спать. Но Илья с Яной, Виталиком Илья, мальчик, работают. Открыли нам другой мир. Они каждый день ездят куда-то гулять после работы. Причем, ну, в город, например, где путь занимает 25-30 минут. И я говорю, Виталик, ты меня все это время обманываешь. Каждый день, что вы думаете? Хорошо, я попрошу ее, она будет кидать тебе доказательства, что они гуляют каждый день. У нас теперь за продуктами ездим, каждый со своей тележкой. Смотрите, девочки, совсем обленилась. Капусточку шинкованную на борщик купила. Еще и заправку готова. Вот вам американская жизнь. Дома я никогда в жизни, даже в голове, мне не появилась такой идеи. Так, мы уже дома. Слава сразу поступила к готовке. Надо кормить мужичков. Да. Два мужичка, их не прокормишь. Со своим клиентом. Я со своим дружком тут развлекаюсь. Играем на пианино. Мы купили вот такой развивающий коврик. Тут у нас много всего. Зеркальце, всякие погремушки, книжечки, картинки. Еще какая-то фигня. О, чтобы грызть. Все. Это резиновая какая-то. И пианино, на котором Стефан играет на гамме. Давай, сыграй на музычку. Стефан играет. Ого, Стефан, ты так играешь? Да, он у нас уже такой молодец. Ничего себе. Да, ты шо, какая музычка. Гля. Тебе нравится, сынок? Ух ты, какой корик тебе купили, да? У меня такого не было. Ты знал? У меня не было такого. Я не знала, что так можно. Ну вот, видишь, Леонид, что вы говорите? Это все можно брать на коляску, цикле. Да, но это не для колясков. Он такой, если на коляске. Пюрешка. Курочка на салатик. Цезарь, который сейчас сделает. И рыбка красная. Все. Что-нибудь еще погладим? Ты прям на фоне белом снимаешь? На белом фоне тебя снимаем. А, да. Это мой белый фон, который я не могу никак погладить. Потому что неудобно его погладить. Был бы у нас пресс гладильный. Тогда было легче. Не нос чешется. Почему это? Потому что будешь бухать. Тогда через год. Сынок, ты что творишь? Он повернулся на... Перерос уже. Он уперся ногами в эту и начал бить по вот этой. Так вот бил, оно все шаталось. Ему так интереснее. Давай еще. Вот так вот. Так интереснее, скажи. Оно все шатается, все летает. Мне нравится смотреть, как воносы горит. Как люди светятся. Курок под диваном. Смотри, мы его найдем под кроватью. Если так оставить. Так, видео будет, наверное, не таким... Ну, этот фаргамент видео никаким, как я себе его представляла. Просто наш ребенок уснул. Причем очень сладко. Поэтому буду снимать его в темноте. И по-быстренькому покажу, что мне пригодилось, а что нет. Вы знаете, как мои ящики были собраны. Я, кстати, вообще никак не готовилась для того, чтобы вам показать, что происходит у меня в ящиках сейчас. Поэтому вот вам, пожалуйста, реальная жизнь. Итак, из того, что мне пригодилось, что не пригодилось. Вот это дерьмище полное, дерьмовина, говняное. Мне не пригодилось. Соплиотсос, который обещал шикарно отсасывать сопли. Вообще ни капельки ничего не сосет. Хрень полнейшая. Ушные палочки с бронячителем начала использовать только сейчас. Вазелин. А, я пыталась чистить им нос. Знаете, как-то рунточки сворачивать и им чистить нос. Мне, честно, не очень понравилось. А использую я для соплиотсоса вот такой вот фирмы. Обычную трубочку для носа. Сейчас вам покажу. Там нужно менять вот такие вот фильтры. Вот, видите. Достаете такой кругляшок и вставляете в трубочку. Да, о, точно, еще его точно. Так выглядит эта трубочка. Я покупала этот соплиотсос не потому, что он крутой. Я хотела себе крутой. Просто потому, что я боялась высасывать через трубочку. Мне казалось, это дико, как-то, знаете, стремно высасывать со своей силы. Из носа. На самом деле, офигенно. Вот эта штука сосет. Прям столько соплей высасывает. Виталий к нам подсветил. Поэтому будет теперь лучше видно. Пуриланом я пользовалась в роддоме. И, наверное, недели две или три после роддома. Крем от трещинок на сосках. Который не нужно смывать. Он, типа, безопасный для ребенка. Из натуральных компонентов. Очень крутая штука. Всех действительно советую. Я не знаю, насколько он не помогал. Но вещь классная. Я, получается, мазала им соски. И надевала вот такие вот накладки. Чтобы соски дышали. И плюс, когда мне пришло молоко. Эти накладки еще и молоком не собирали. Некоторые девочки писали, что они с помощью этих накладок даже молоко собирают. Потом в пакетике и замораживают. Но я этим не занималась. Мне лень. Так. Еще у меня был такой вот крем. Но я им не пользовалась. Пользовалась только Пуриланом. Его было предостаточно. Дальше этот крем нам подарили под подгузник в больнице. Офигенный крем под подгузник. Нам очень сильно понравился. Мы пользуемся им. И вот таким еще. Тоже нам в больнице его подарили. Поэтому мы даже не заморачивались. И пользуемся этими двумя кремами. Ножнички просто супер-мега находка. Офигенные. Я очень боялась стричь ему ногти. Потому что вы сами знаете, насколько там маленькие пальчики. Но вот этими ножницами оказалось офигенно их подстригать. Я их подстригаю, даже когда он не спит. Вообще не страшно. Дальше вот такие вот капли солевые в нос. Но мне не очень понравились в форме капель. Мне больше зашло вот в такой вот форме спрея. Потому что можно забрызнуть так поглубже, знаете. Чтобы нос промыть. Поэтому вот эти солевые капли классные. Я, кстати, тоже ими лечилась, когда заболела. Маникюрный набор. Для того, чтобы подпиливать ногти. Я еще не пробовала. Не знаю. Не понадобился. Но он шел в комплекте с ножницами. Поэтому ладно. Это, получается, средство обезбол и от температуры. Это наш нурофен. У них это называется талинол. Ну, только нурофен там, по-моему, другой состав. Ну, короче, вот тут они признают только такое лекарство. И они его дают всем беременным, кормящим, детям. Это для младенцев специально. Дальше. Накладки на соски. Много про них мне рассказывали классных отзывов. Такие силиконовые вкладыши якобы помогают от трещин. Я так поняла, что у меня, наверное, трещин не было. Если трещины бывают только с кровью, то у меня их не было. Что-нибудь грязное надо помыть. Знаю, что у меня подружка с ними кормит постоянно. Мне, короче, они не понадобились. У меня был период, когда у меня адски болели соски так, что я просто хотела уже заканчивать ГВ. Думала, что это не мое. Но когда я надевала эту накладку, она мне вообще от боли не помогала. Эту грушу нам подарили в роддоме. Можно было бы ей отсасывать сопли, например. Но она не влазит ему в нос. Поэтому фигня. Вот это еще одна херовина, которую тоже можно засунуть кому-нибудь в жопу. Мне кажется, что таким градусником, возможно, удобно будет пользоваться, когда он уже подрастет и хотя бы сможет объяснить, болит у него что-то, не болит. Потому что так оно постоянно в каждой части тела меряет разную температуру и непонятно работает. Но я точно так же не сильно рада электронному градуснику, потому что он мерит тоже, мне кажется, не точно и как будто бы занижает температуру. Мне так кажется. Ртутных градусников, к сожалению, тут нет. И, по-моему, в Украине тоже они уже не продаются. Так, щипчики для ногтей я тоже не использовала. И пинцет я тоже не использовала. Не знаю пока, для чего можно использовать, так я и не поняла. Дальше. Трубочки в попу я тоже не использовала. У меня целая коробка. Потом, не знаю, если кто-то забеременеет, тут может подарю. Вообще много чего тут у меня есть, что передарить кому-то. Потом я прочитала про них еще очень много плохих отзывов, когда я вам сказала, что я их купила. Короче, я ими не пользовалась. Они нам и не понадобились, слава богу. И как-то мы без них справлялись. И советуют их вообще не использовать. Расчесочка, понятное дело. Мы расчесываемся. У нас, конечно, пушок. Вообще там практически ничего нет. Но я все равно ему чешу, потому что я не хочу, чтобы они сильно скатывались. Может, это, конечно, неизбежно. Но я верю. Дальше. Тряпочки для срыгивания редко, как, кстати, мы используем. Вот это вообще, видите, не тронутая. Но используем, ладно. Бутылочки я даже не доставала. Я думаю, что бутылочки мне понадобятся потом, когда уже я им буду водичку, знаете, давать какие-нибудь там соки, я не знаю, дают, компотик. Соски, значит. Очень понравилась нам в Эвердоме. Подарили Philips Avent. Она больше всего похожа по форме на сосок. Поэтому, мне кажется, вот это самые лучшие соски. И вообще никакие самые крутые бипс. Я бы, наверное, не советовала использовать. Вот это прям вообще топ-соска офигенная. А если говорить про бипс, то ему понравилась только вот эта форма соска. Паучуковая. Вот эта ему вообще силиконовая не зашла. Какая-то она сильно длинная. И вот эти мне подружка дарила. Тоже ему вообще они не подошли. Хотя я думала, что это тем больше всего понравится, потому что они такие, знаете, мелкие, как сосок. Ну, короче, ему не понравилось. Соска такая спорная тема. Покупать, не покупать. Я ему не даю соски дома вообще. Даю только в машине. Если вот он кричит, например, мы не можем остановиться покушать. Или просто он там завелся дома. Он никогда их не берет. Только в машине. Увлажняющие крема. Я честно, не знаю, надо их использовать каждый день или нет. Я не использую. Вообще прям очень редко. И чисто, знаете, для настроения. У него достаточно увлажненная кожа. Она не требует никаких дополнительных кремов. Я думаю, что я еще успею его этим мазать в будущем. Поэтому, ну, не использую. Это нам тоже все дали в педиатрии. Кстати, я там пропустила одну вещь очень важную. Био Гайя от Коликов. Один раз давала, когда просто не знала, что он плачет. Вообще не давала. Но говорят, что классная штука. Я ему давала вот эту вот водичку укропную. Это у нас уже, по-моему, вторая или третья бутылка. Она нам помогала. Офигенно. Вот реально советую. Прям очень быстро она помогала. Иногда даже сходить в туалет. Дальше. Вот такая вот штука от Коликов. Не знаю, помогала она или нет. Мы ее тоже использовали, когда уже прям истерики у него сильные были. Мы как-то про нее забывали. Помогала не переворачиваться ему на бок. Из-за этой игрушки это было удобно. Но мы ее грели, грели. Не знаю, насколько она помогала. Так, чтобы прям вот, знаете, как рукой сняла. Конечно, такого не было. Вот больше помогала укропная вода. Из одежды вот этот ящичек 50-го размера, который я решила сохранить. Это его первая пижамка. Чумчик на выписку. И две первые шапки, которые ему в роддоме подарили. Тоже я храню. Тут у него домашние пижамки. А тут вот вся одежда, которая у него осталась. Мы только сейчас перешли на 56-й размер. И очень спорно 50-й мы сняли где-то полтора месяца. Не знаю, как это получилось. Картерс и Чендем. Больше я ничего не покупала. 50-й размер мы сняли. 56-й сейчас носим. Но следующий я беру не 62-й, а уже который там следующий. Через размер я решила брать, потому что дальше он будет еще быстрее расти. И там уже такая осенняя одежда. Например, свитер. Под ним мы будем одевать боди, поэтому лучше взять его на вырос. Мне кажется. Поэтому следующий размер я беру после 62-го какой-то. Я не помню. Практически во всем мы успели походить. Не успели одеть еще вот эти вот два комбинезона. И вот в этом малом мы походили. Мой совет, если вдруг вы рожаете летом, в следующем году, например. Покупайте поменьше таких костюмов. Потому что в них реально жарко. И самое удобное, что можно надеть ребенку летом, это белый бодик. У нас их там 3 или 4 штуки. Я их меняю. И он практически постоянно ходит только в бодиках. Так. Что дальше? Ну, пеленки, понятно, все используют. Это у нас такой ящик. Тут я собираю 50-й размер. Мне надо его аккуратно сложить в пакет и хранить. Такие вот дела. Памперсы мы носим еще единичку. Но заканчиваем вот эту коробку и будем уже брать двоечку, я думаю. Короче, вот так вот. Надеюсь, что я ничего не забыла. Хочу сказать большое вам спасибо за просмотр. Не хочу уже показывать себя. Покажу вам лучше Стефана, как он сладко спит. Буду заканчивать это видео. Спасибо большое за просмотр. Хочу его пойти демонтировать. Надеюсь, что мы с вами очень скоро увидимся. И если есть еще какие-то вопросы мамские, детские, обязательно оставляйте. С удовольствием отвечу. Всем пока. Продолжение следует.